Сегодня участники автопробега из Коснеярска в Крым целый день пробыли в Тольятти, а в дорогу отправятся только завтра. Программа была насыщена, участники побывали в центре российского автопрома на заводе Автоваз. Вот сейчас на связи Андрей Дунаев. Андрей, какие впечатления Тольятти от завода? Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, действительно, мы находимся в Тольятти, где у нас сегодня очень насыщенный день. И вот какое интересное место нам удалось обнаружить. Дело в том, что то здание, которое находится за моей спиной, это уже современное отреставрированное здание, но ровно на его месте. И по этому проекту в 1910 году было построено здание Санатория Лесной, которое в годы Великой Отечественной войны, конкретно с 1941 по 1943 год, служило институтом военных переводчиков. 3000 человек здесь прошли обучение, многие из них стали разведчиками, кто-то писал военные словари, то есть буквально с колес люди изучали языки для того, чтобы потом помогать фронту, помогать победе. Сейчас здание, как мы видим, отреставрировано, сейчас оно пока не достроено, но уже охраняется. Что касается той программы, которая была у нас сегодня на протяжении дня, конечно, побывав в Тольятти, мы не могли не посетить завод Автоваз. Это естественно, у нас будет большой репортаж на эту тему. Сразу могу сказать, огромное количество эмоций и впечатлений. Во второй половине дня мы продолжили наше знакомство с Тольятти, посетили знаковые места, конечно, монумент славы, возложили цветы и побывали в музей военной славы, где собрано огромное количество техники военных лет, современной техники. Мы посмотрели на то, как выглядела Катюша, это оригинальные экземпляры, которые были собраны, подводные лодки, самолеты, вертолеты и так далее. Все это вы увидите, конечно, позже, но уже завтра мы отправляемся в путь, у нас впереди Хвалынск и далее Саратов. Надеемся к вечеру оказаться там. Наш автопробег продолжается. Большое спасибо за то, что вы за ним следите.